День добрый, Денис Козлов, NPCI Production. Мегаминкс очень старая головоломка, ей более 30 лет и вообще она есть, наверное, у каждого, или каждый крутил, собирал, не знаю, что-нибудь такое. Мегаминкс имеет 3 детальки на ребре, можно считать его аналогом трешки. Ну, соответственно, если у него 2 детальки на ребре или 5 деталек на ребре, то, соответственно, аналог звушки или пятерки. А мегаминксов много, все эти 2 на 2, 5 на 5 аналоги, они должны как-то называться. И вот дизайнеры понимают, что чтобы головоломка называлась красиво и чтобы все понимали по названию, что это такое, начало названия мегаминксов это какая-то приставка C, а вторая половина это Минкс. Ну, то есть там Мегаминкс, Гигаминкс, Терраминкс и так далее. Но так получилось, что киламинкс аналог двушки. Некоторые считают, что должен называться по-другому. Это мы сейчас и разберем в нашей рубрике «Не нужные никому революции спидкубинга». Если мы посмотрим на мегу и гигу, между ними увеличение в тысячу раз, как приставок, и в то же время прибавление двух слов с 3 на 3 на 5 на 5. То же самое происходит между гигаминксом и терраминксом, между терраминксом и... что там дальше? И тем, что там дальше, и так далее, и так далее, и так далее. Но если мы посмотрим на мегаминкс и киламинкс, мы заметим небольшую проблему. Мегаминкс — это миллион, киламинкс — тысяча. Между ними увеличение, уменьшение в тысячу раз, как и между остальными минксами. Но при этом мы удаляем или прибавляем один слой, а не два, как делали со всеми остальными головоломками. И вот это вот и есть проблема, на которую люди обратили внимание. Мол, как можно увеличивать в ту же самую тысячу раз, а прибавлять только один слой? Тупые, что ли? Нашли решение. Нашли решение в двоичных приставках. Всякие там киби, гиби, меби и так далее. Они значат увеличение не в тысячу раз, а в тысячу двадцать четыре. И так получилось, что если мы расположим приставки по возрастанию, то мы заметим, что после кило идет киби, а после киби идет мега. То есть получается, если мы должны прибавить два слоя от мегаминкса, то мы перескакиваем через меби, переходим на гига, получаем гигаминкс. Ну, в принципе, как и работает сейчас. А если мы хотим у мегаминкса убрать один слой, мы приходим к киби. И поэтому решили, что киломинкс должен называться киби-минксом. Конечно, эта штука не распространенная. Я решил задать вопрос в самых больших пабликах кубинга, которые нашел. Задал в четырех. Соответственно, получилось там три основных мнения. Первое, что это абсолютно правильно и люди наконец-таки смогут спать нормально, найдя решение к этой проблеме. Но, фу, мы же не ищем таких простых путей. Было еще два мнения, с которыми, конечно же, нужно быть более согласными. Первое, что четные минксы — это совсем другой класс. Так получилось, что киломинкс был создан в год создания терроминкса. Это значит, что мы сначала, ну хорошо, мы создали мегу 2 на 2 в тот же год, когда создали мегу 7 на 7. Это очень много. Мнение такое, что мы четные минксы должны в отдельный класс отобрать. И на самом деле, на самом деле, если мы сейчас посмотрим на название этих миксов, то у всех четных минксов название киломинкс. Мастер киломинкс, элит киломинкс, киломинкс 8 на 8, потому что китайцам надоело придумывать название. Ну и, соответственно, можно считать, что киломинкс приставка значит не то, что здесь два слоя, а то, что здесь четное количество слоев, а чтобы узнать, сколько слоев, смотрите на вторую часть названия. Еще одно мнение, что людям пофиг, и менять ничего не надо. И, в принципе, тоже очень справедливо. Ведь, на самом деле, когда мы говорим слово «трешка», мы подразумеваем кубик 3 на 3 на 3. Мы экономим слова. Да и, в принципе, кому захочется менять название головоломки, которой более 10 лет? Это больше, чем, не знаю, половине спидкуберов сейчас. Это зачем? Чтобы успокоить настоящих математиков, которые смотрят это видео, я решил построить графическое доказательство. Посмотрите вот на этот график. Здесь с синими точками отмечены мегаминксы с нечетным количеством слоев, а красными с четным. Соответственно, по вертикали количество слоев, по горизонтали то, сколько их приставка представляет в качестве числа. Вот это график настоящий, тот, как сейчас называются головоломки. Если мы поменяем все на киби, ну и, соответственно, применим то же самое для мега 4 на 4, 6 на 6 и так далее, то график станет вот таким. Но некрасиво же. Ну согласитесь, что это красивее, чем это. Ну, все просто. Мы, конечно, с вами сейчас привели тезисы, почему киломинкс гораздо лучше, чем киби-минкс, но мы же в рубрике «Ненужная революция спидкубинга», и как мы можем обойтись без революции? Срочно, давайте что им придумывать. И я придумал. Смотрите, если между мегаминксом и гигаминксом увеличение в тысячу раз, и прибавление двух слоев, то мы можем посчитать, что прибавление одного слоя – это умножение в корень из тысячи раз. А все, в принципе, корректно. Ведь если мы попробуем прибавить два слоя, мы умножим на корень из тысячи раз еще на корень из тысячи раз, произведение двух одинаковых корней – это их подкоренное, то есть тысяча. Поэтому приявление двух слоев – это все то же самое, увеличение в тысячу раз, приявление одного слоя в корень из тысячи раз. Почему это лучше? Посмотрите на этот график. Опять же, по вертикали количество слоев по горизонтали соответствующие числа. Это же идеально, это прямая, это прекрасно выглядит, это легко запомнить, это элементарно. И таким образом мы можем очень легко найти название киломинкса. У нас есть мегаминкс – миллион. Это три слоя. Чтобы получить два слоя, мы должны вычесть один слой, очевидно, поделить на корень из тысячи. То есть миллион делить на корень из тысячи. Получаем 31 622,7. Добавляем минкс и получаем 31 622,7 минкс. Это настоящее новое название киломинкса, без которого он жил 10, 11, множество лет. Мы молодцы, мы вернули название нашей любимой головоломки. Более того, мы не просто вернули название одной головоломки, мы вернули название всем минксам. Мы нашли универсальную формулу. Вы профессиональный дизайнер головоломок? Может быть, вы мировой рекордсмен? Или вы хотите называть головоломки правильно? Тогда наше решение для вас. С помощью нашего простого алгоритма вы всегда сможете называть мегаминксы правильно. Вам нужно всего лишь взять количество своего головоломки, прибавить один, поделить на два и возвести тысячу в эту степень. Это и будет вашей приставкой. Чтобы сократить название, вы можете поискать ваше полученное число в таблице приставок C, а если не нашли, ниже приведи на название некоторых распространенных головоломок. А по ссылке в описании вы можете включать свой личный плакат с этим алгоритмом, названием некоторых головоломок и интересными советами. С помощью нашего простого плаката вы станете тем человеком, который легко будет самым важным и самым умным на сходке. Срочно скачивайте плакат по ссылке в описании, ставьте лайки и подписывайтесь на NPCA Production за новыми революциями спидкубинга, которые никому не нужны.